Продолжение следует... 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 Разбитие окна одним камнем и разбитие окна двумя камнями Оно, в принципе, будет разное То есть это будет легко заметно И как бы мы не занимались индивидуацией событий Нам будет очень-очень сложно обнаружить вот такой случай Когда у нас будет одно событие, вызванное амбирологической суммой двух других И очень трудно будет сказать, что событие осталось бы тем же самым Если бы его было вызвано какой-то одной причиной Но случаи, когда у нас имеют место какие-то сконструированные возможные миры Очень простые Эта штука метафизически возможна То есть метафизически мы не видим для нее никаких препятствий Мы можем представить такой мир, состоящий из двух событий И третьего события И сконструировать его таким образом, что будет как раз именно этот случай И что нам помешает, не ясно Это к вопросу о аргументе Рейхенбаха Что ветвица у нас только в будущее время происходит А в соединении Что одна причина может два следствия порождать Но две разные причины одной и той же следствия породить не могут Да? Ну да, как раз речь об этом Да, 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 речь действительно об этом Только здесь суть в том, что контрафактический подход В отличие от Рейхенбаха, как сказал бы, а метафизический может То есть, как бы, такое, в принципе, возможно Конечно, на самом деле, в нашем мире мы себе такого не представим Но метафизика позволяет Вот это чуть более сложный случай А контрафактические теории, вот, по первоначальному разделению Они, получается, не редукционистки Они реалисты Суперредукционистки Самые главные редукционисты в нашем мире От каузальности ничего не оставляем Хорошо, а к чему они, получается, ее редуцируют? К релятам? Во-первых, у нас есть релята Во-вторых, контрафактическая зависимость Контрафактическая импликация Вот к ней сводится все Да, то есть, у нас есть В контрафактической зависимости нет ни слова о каузальности Есть слово просто о том, что Если нет А, то нет и Б Уже нет никакой каузальности Нет никого Просто мы указываем, грубо говоря, вот на такую депенденцию И все Что-то вроде модального такого оператора Контрафактуала Это вид модальности Да То есть, фактически, каузальные связи Физические такие, настоящие Сводятся к логическим модальностям И это, кстати, очень-очень важно Я как раз к этому собираюсь Ближе к концу Перед тем, не помню, на каком слайде Но, по-моему, это очень опасное предприятие Что этот случай нам показывает? Этот случай, он угрожает транзитивности Я сидел, выдумывал этот пример Он меня, в принципе, устраивает Вы можете прочитать Суть в том, что Есть некоторые базовые свойства каузальности Которые контрафактические подходы хотят сохранить Это как раз вот эта внутренность Инфинципность, когда Каузальное отношение полностью зависит от релят А ничего, кроме релят, нас не интересует Это транзитивность, соответственно И вот в данном случае у нас имеет место Проблема с транзитивностью Поскольку, с одной стороны Б является причиной Е А с другой стороны Низается Понятно? Понятно Хорошо? А тогда тоже у нас получается Из вашего примера Не является причиной Е Что? Смотрите, у вас в А Вечером Маша решает пойти гулять А Е Вечером Маша идет гулять Это что, разве? Ну да В событии решения Маша является Если бы Маша Вечером не решила пойти гулять Она бы не пошла гулять Простая контрафактическая зависимость Устан, а ее родители, вы не сказали Дыши свежим воздухом Ну, можно так У дома сорвало крышу Это неудачно И она вырождена гулять Существенная здесь является другая штука Существенная здесь является как раз Почему Б нельзя назвать причиной Е Хотя, поскольку Б является одновременно Причиной Е Если мы идем по вот этой линии То, в принципе, у нас должно быть Что Б является причиной перекрытия Е Поскольку Б ведет к В В ведет к Д А Д препятствует Е Соответственно, Б в этом плане Не может считаться причиной Е Просто потому, что она реализует Такую цепочку, которую должна Е блокировать Но, с другой стороны Б реализует параллельную цепочку Которая блокирует Д И тем самым является причиной Е Поскольку, если бы нас имело место Д То не имело бы место Е И тут у нас как раз возникает вопрос о том Можно ли использовать факты Как паузальные реляты И вообще, какой это имеет смысл? То есть можно было бы от Г поставить стрелочку к А А от Д поставить стрелочку к А От Г поставить стрелочку к А Ну то есть как бы у нас Д не произошло Поэтому Маша если решит погулять Она все же пойдет Нет Ну как бы я здесь все связи нарисовал А тут здесь как Если у нас вот Г перекрыло Д То есть окно не разбилось Соответственно, родители не запретят Маше вечером пойти гулять И если она решит, то она пойдет То, что окно не разбилось Не является причиной того Что Маша решит погулять Мы не можем так сказать То есть она сможет пойти А может и не пойти То, что Маша А это принятие решения То, что окно не разбилось Не является причиной принятия решения Принципиально в этом примере Это примеры Я придумал, собственно, эта схема Она известная Это такое Двойное предотвращение То, что у нас Д Д является такой удивительной сущностью Которая не существует Окно не разбилось Это отрицательное событие, грубо говоря Мы не можем сказать Что неразбитое окно Является каким-то, на самом деле, событием Событием оно было бы, если оно разбилось Д событие только разбитое У нас есть отрицание Д Д это разбитое окно Не Д это отсутствие разбитого окна Чтобы говорить о таких штуках Нам нужны факты Поскольку факты могут говорить Как раз о таких амбищностях Если у нас нет фактов в качестве релят Нам непонятно, каким образом Мы встроим в антологию Такие непонятные сущности Как что-то отсутствующее Единственный способ встроить в антологию Что-то отсутствующее Это как раз негативные факты Которые указывают на отсутствие чего-либо И могут быть истинными В чем тут Как на это обычно возражаются Обычно в таком случае говорят Вот что бы в таком случае сказали В таком случае бы сказали Что на самом деле Неразбитое Д Не может быть причиной того, что Маша пошла гулять Потому что это отсутствие На самом деле подлинной причиной является Е Вернее А Если не было бы А, не было бы Е А отсутствие никогда не может быть причиной На эту тему есть широкая дискуссия А можно из другой традиции Немножко с артропытией Ничто Я прихожу в кафе Мой друг не пришел Мобильникова, естественно, тогда не было Я вижу отсутствие Жанна Я вижу отсутствие Жанна Отсутствие Жанна Это событие Которое вызывает другую цепочку событий Что вам другое Вам скажу, что Не отсутствие Жанна А вы видите, допустим Пустой стол Имеет место пустой событие Ну и к тому же здесь у нас имеют место такие Инфекциональные контексты И зависимость от субъекта Тут, конечно, работать важнее Но, по сути, если мы работаем Тологией, исключающей негативность чего-то Вам скажут, что Вы не видите отсутствие Жака Поскольку такого события в природе не может быть Если вы его видите В коль это успокоительное И отвезут куда-нибудь Не может быть негативных событий Такого рода Фактом является Допустим Вас изумляет факт Отсутствие Что он не пришел Да, вас удивляет факт отсутствия его Но, так сказать Событие Оно, в принципе, не может восприниматься Событие как отсутствие То есть отсутствие события Не может восприниматься Может восприниматься Он обещал Он обещал И не пришел Это вопрос таких Антологических определений Так скажем Мы не можем запихнуть антологию Это очень будет проблематично Где у нас все существует То, что не существует Можно вопрос еще? Чисто теоретически А сами эти стрелочки В качестве релят Могут выступать? Нет То есть запрещено С самого начала Потому что в этом примере Интуитивно кажется Более подходящим Такое объяснение Г не предотвратило Событие Д Тогда Петя не предотвратил Разбитие отна Он предотвратил Причинную связь Между В и Д Он не позволил В стать причиной Д Но не блокировал Само событие Д Оно могло произойти Пока он перехватывал руку Это окно разбилось По другой причине Он не блокировал Само событие Д А лишь причинную связь Между В и Д Когда я смотрю на эти штуки Мне такое описание Тоже больше нравится Обычно это рисуется Само таким То есть Мне вот такое блокирование связи Нравится тоже больше Но описывается Насколько я это знаю В литературе Именно таким образом Как я сказал Яр Что блокируют именно события Не установление кузнальной связи А события Хотя интуитивно Мне кажется Это тоже Ну понятно Что это будет приводить к тому Что мы антологизируем Потом эти причинные связи Превращаем их тоже в события И это у вас Вводят в такие подседенты Что нам не горит Тогда просто представить Д как Не просто разбитое окно Окно разбитое камнем Маши Ааа Да Точнее не разбитое Ну у нас теперь да Да Это вопрос об индивидуации событий Да Не просто разбитость окна А разбитость окна Камнем Маши Вот это событие он блокировал Да Вот еще хороший случай Который мне нравится Случай с Мерлином Он очень понятно И очень хорошо И индустрирует Многие проблемы Контрафактических теорий Суть у нас заключается здесь в том Что как раз у нас есть Есть и проэмпшн И непонятно Есть ли его Детерминающин Вообще непонятно Что происходит У нас есть отношение Кузяльный свет Разделенное в пространство И времени Причем такая Что непонятно Что является причиной Некоторого события Если мы постулируем закон Что первое заклинание Является доминирующим Как бы И второе же не имеет значения Это один случай Как это собственно Сделал Шейфер Если мы постулируем Что допустим Каждое из заклинаний Имеет какую-то вероятность Реализоваться Это другой случай И в данном случае У нас получится так Что в общем-то Непонятно Увеличивает ли вероятность Допустим Заклинание Мерлина Зачарование принца в лягушку Или вылечивает Факт заклятия на орган Зачарование в лягушку Принципиально то Что у нас есть Некоторый принц На него накладывают Два заклинания И он превращается в лягушку Что же с ним Собственно Произошло Во-первых Если бы даже Мерлин Не произнес свое заклинание Принц все равно Превратился в лягушку Поскольку у нас Это сделал Моргана Во-вторых У нас некуда возвращаться У нас нет ничего между У нас есть заклинание Есть превращение в лягушку Никаких дополнительных Кузарных релять нет Поэтому мы не можем Вернуться дальше Подцепить Сказать, что Скажем Между заклятием Мерлина И превращением Принца в лягушку Есть такая Событие Которое В общем-то Реализует Эту связь Поскольку ее нет Они просто разделены Во времени И пространстве Наследует причина За друг другом Непосредственно И в таком случае Мы не можем сказать А чем отличать Собственно заклинание Моргана Кроме Вот этого Крузального Особенного закона У нас есть закон Потому что Такие заклятия Которые первые Препятствуют Второму Ох Вот Устрогают Да Вот это Несчастное Пустыне Правильно Понимаете То лучше Двой Болг И Реклама Я Завязываюсь Контрафактическими Теориями Да Тут я постарался Записать Что можно с этим Сделать Как раз Что с этим Собственно говоря Пытаются сделать В общем-то Здесь у нас Как раз Одной из ключевых проблем Является Индивидуация событий Относительно Контекста То есть Что включать Событие Что не включать И здесь у нас Есть разные варианты Во-первых Мы можем расширить Местность Кузального отношения Кенбисал То есть Мы можем сказать Что допустим Петен Бросок Анимашин Является причиной Разбития окна И у нас будет уже Три кузальных Реляты И мы пробуем Что-нибудь объяснить Закрыть Этим Случаем Преемчен Можем Записать еще одну Четвертую И сказать Что Петен Бросок Анимашин Является причиной Разбития окна Петей Анимаши К примеру У нас будет четвертая Кузальная релята И мы еще Расширяем отношения Мы можем это сделать Непосредством А вот таких Отдельных релят А в принципе Зафиксировать Какую-то Целую ситуацию У нас есть Два события Допустим Есть контекст В котором они происходят И мы Целый контекст Сделаем релятой Говорим Что только в этом Контексте У нас Имеет отношение Вот эта Контрафактическая Зависимость Что мы еще Можем сделать Это самый Простейший Способ Это Максимально И точно Проводительная Индивидуация Релят Тогда просто Мы скатимся До того Что у нас Всякая Кузальная Контрафактическая Зависимость Уникальна Путь Более Проблематичный Хотя Тут есть Такой Как раз То, что Отзыв Зависимость Фрэйджил Венес Мы говорим Что Событие Разбития Окна Если бы его Сделал Петя Очень хрупкое Если бы прошло Еще несколько секунд Оно бы уже Не было таким И поэтому Событие Разбитие Окна Маши Это уже Другое Событие Поскольку То событие Которое Было бы Реализовано Петей Оно уже Исчезло Во времени Оно разбилось Оно пробкое И это уже Другое Событие Когда Окно Разбивает Маши То же самое Можно сделать По поводу Индивидуации Отношений Мы говорим Что отношения Которые Связывают Релят А и Б Оно хрупкое И оно может Иметь место Только Очень короткое Время И соответственно То отношение Которое Имеет место Относительно Другой Релят Исследствия Оно уже Другое Следствие Тоже Но само По себе Отношение Контрафактическое Уже другое Ох Вот Так Извините Господа Прошло 20 слайдов Из 30 Я не знаю Ну Сейчас я попробую Красник Рассказать Про процессуальные теории Что такое Процессуальные теории Это попытка У нас Приложить К аузальным отношениям Посмотреть На наш мир Посмотреть Какая там Работает Физика У нас Существуют Какие-то Объекты Мы понимаем Что Допустим Стол Что угодно Существует Какое-то Длительное Время Существует Как нечто Целостное Мы берем Такой Объект Если мы берем На уровне Каких-то Индивидуальных Мельчайших Процессов Основной Характеристикой Процесса И является То, что У него Есть некоторая Структура Если этот процесс Не стыкается Ни с каким-то Другим Процессом То есть Если наш Объект Существует Более В вакууме То его Структура Никак не Меняется Он Существует 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 И в таком Смысле Уже понятно Что такое Каузальность Каузальность Это когда У нас Есть два Процесса Их Мировые Линии То есть Все положения Объекта В пространстве И времени Пересекаются И что-то В их структуре Изменяется В таком Случае Нам нужно Будет Понять Что именно В этой Структуре Изменяется Изначально У нас был Критерий Метки Я его Здесь записал Суть Заключается В том Что У Объекта Есть Характеристика Б И он Существует Во времени Сохранять Его во времени Сохранять Структуру Мы Наносим На него Некоторую Допустим Нарисуем На мяче Мелом И Соответственно Полет Мяча Или мяч Является Реальным Процессом Если До Следующего Взаимодействия Он Сохраняет Эту метку Неизменную Если он Сохраняет Свою Структуру Если Этот Процесс Не Сохраняет Свою Метку То есть Если Мы Внесли Изменение В какую-то Характеристику А он Не Сохранил Ее Без Других Взаимодействий С течением Времени То Это Негодный Процесс Псевдопроцесс Откуда Возникла В этом Потребность Потребность Возникла Из физики Поскольку У нас Были Явления Которые Нарушают Теорию Относительности И Нужно Было Отличать Такие Псевдопроцессы От Процессов Настоящих Как раз То Чем В том числе Занимались Венцы Изначально Это Была Идея Рассела В базовом А вот Как раз Идею Метки Уже Продолжил Саугу По-моему В 86 Году Два Процесса Я сказал Кузальные Отношения Это Пересечение Мировых Линей Объектов Оно Обозначает То Что У них Как-то Меняют Структурные Характеристики В чем Проблема Во-первых Мы отсекаем Некоторые Реальные Процессы Которые Слишком Короткие Просто Мы Не можем Следить Что Они Сохраняют Между тем Это Реальные Объекты Субатом Уровни И Другая Проблема То Что Существуют Некоторые Объекты Которые Могут Существовать Только В среде Только В постоянном Взаимодействии Восьмидуковые Волны Не распространяются В вакууме И Нужна Некоторая Среда Которая Будет Как бы Медиатором Ну Еще Есть Некоторые Причины Суть В том Что Критерий Метки Убирает Некоторые Реальные Процессы И Некоторые Вся Процессы Любимый Пример Это Тени Сохранения Теней Постоянной Структуры Остаются И при этом Критерии Что Придумали Процессуальные Теоретики Они Сказали Ну Еще Важный Момент Если Мы Посмотрим На эти Прошлые Условия Они Но Контрафактический Характер Если Не Внести Взаимодействие Если То Если Все То есть Контрафактическая Зависимость От Ситуации Поэтому Этим Теоретикам Сказали А ваш Подход На самом деле Играет Контрафактическим Вы Вообще Несамостоятельные Тогда Они Решили Сделать Умнее И Придумали Нечто Более Конкретное Но Конкретное Относительно Сказали Что Передается Некоторое Количество Количество Чего Определяется Физикой Допустим Момент Или Допустим Энергия В любом Случае У нас Есть Процесс Который Допустим Сохраняет Постоянную Энергию Если Не Взаимодействует Когда У нас Имеет Место Квузальное Взаимодействие У нас Имеет Место Обмен Энергией То есть Отношение Энергии Сторожание Энергии В этих Двух Объектах Меняется Когда Изменилось Количество Энергии В процессе Можем Сказать Что Он Студил В Какое Квузальное Мы вообще Не говорим Что за Количество Что за Количество Пусть Решают Физик Мы Говорим Только То Что Оно Сохраняется Во Времени А Понятие Метки Отказались 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 Вообще Забыли Страх Непрошу Вот Это Мне тоже Не позволило Отвечать Все Процессы Поскольку Опять Придумывали Тени С Возний Пример С Тенями Потом Очень Трудно В таком Случа Определить У нас Всегда Некоторый Процесс Находится Во множестве Взаимодействий На него Влияет С ним Обмениваются Энергиями Кучи Всяких Объектов Трудно Определить Какой Именно Объект В данный Момент Обмен С каким Объектом Является Причиной События Допустим Я смотрю На этот Стул И какое-то Взаимодействие Между моими Глазами И этим Стулом Таки Происходит Но Допустим Отвечать По количеству Количество Энергии Которые Вы обменяли Со стул Мы Я обменяла Со стул По количеству Больше Такой Они пытались Такую штуку Показать Но На самом деле Если мы В этом Инвивуация В данном Случай Легко Тут Они Отобьются От нас Ну От меня Мне Не нравится Процессуальный Отход Мой Любимый Собер Депутационист Узость Применения Что означает Это означает Что мы говорим Только о физических Процессах На самом деле Каузальность Вот как Виктор Викторович Слав Введение Она Не обязательно Может нам И описываться Только как С связь между Физическими Процессами У нас Может быть Масса Других Причинно-следственных Объяснений И мы можем Подумать Что за этими Причинно-следственными Объяснениями Тоже стоят Какие-то отношения А процессуальные Теории Говорят только О физике Здесь я записал Общие проблемы Редукционизма Вы можете Их прочитать Суть С моей точки зрения Одна из базовых Проблем Редукционизма Заключается в том Что Контрафактические Подходы Пытаются Антологизировать Модальные отношения Контрафактической Зависимости Сколько я на это Дело не смотрю Столько я убеждаюсь В том Что Если мы хотим Говорить об Антологии Антологизировать Контрафактическую Зависимость Не получится Если мы пытаемся Сделать изменён Антологический фактор То есть То, что существует Мы всегда будем Прокалываться Поскольку Контрафактические Подходы Самые популярные По мне Так Все-таки Нужно было бы Постараться Придумать что-то Другое Редукционистам Что объясняет Кузальность В этом плане Такой базовой Точкой Если бы я был Исследователем Именно этого вопроса С которого бы я начал Была бы Картина мира Которая дается Регулярными теориями Есть Бесконечное Протяжённое Будущее Прошлое Настоящий Мир Как единое Целое То есть Прошлое Настоящее Будущее Существует Одновременно В них Существует Множество Регулярностей Нам нужно Понять Каким образом Эти регулярности Можно объяснить Представьте Собокупность Всех событий За все времена Нам нужно Понять Каким образом Некоторые Общие Патент Мы можем Индивидуализировать И связать И применяя Монтерфакты Эффективно Это делаю Я начал Быть От этого Ага Ну и конечно Вообще Никто из них Из Диолетики Коузальности Не может Взнятно Объяснить Доправление Времени Что с моей Точкой Три Если мы были Троцентенталистами Для нас Когда я думаю Об этом В трансцендентальной Установке Для меня Ключевыми Отношениями Является Отношение Времени Вся Коузальность Она Прямо Зависит От времени Сейчас Я не думаю Как И Что меня Так сказать Страйк Что меня Больше всего Огорчает В редукции Коузальности Это Постоянная Контрабанда Коузальности В антологию Если мы Представим Себе Реально Полную Редукцию Мира До Какого-то Полного Состояния В какой-то Отдельный Мент Времени И устраним Всякую Энтологическую Коузальность Нам нужно Будет объяснить Почему Мир Каждую Секунду Не меняется Радикально С моей точки Взрения Это такой Вопрос Супер Ключевой Если мы Редуцировали Мир Полностью И говорим Что не может Быть никаких Необходимых Отношений Между разными Моментами Во времени Мы должны Сказать А почему Тогда Мир Остается Таким Таким Похожим Почему Тем не Менее Аллах Не творит Каждый раз Мир Заново Абсолютно Другой И вот Я совершенно Не понимаю Как Редукционисты Смогут Объяснить Нам Вот Эту Последовательность Устойчивость Мира Во времена Буддисты Скажем Что он Каждый раз Совершенно Другой И это Нормально Бел Да Жестухие Буддисты Да и Аллах Может Творить Каждый Мгновение Заново Просто Ну Разные Смотрите Ну Ему нравится Этот Ну Вообще В В данном Случа Нам кажется Что у нас Есть какое-то Прошлое Ну и Аллах Все-таки Это И проще Это вам кажется Что у нас Есть Прошло Может Не кажется Но если Как я Сказал Вначале Все-таки Теории Глузарности Потоковой Роды Которого Я обсуждаю Они пытаются Сделать аппарат Для философии Науки Философии Науки Для отношения Глузарности В социальных Науках Естественных Науках И так далее В таком Случае Будь из-за То Что мир Галендар Творится Заново У нас Рядь Не может Быть Принято За рабочие Твориться Нет Ну что Каждый Мгновение Меняется И даже Не то Что один раз В одну Нет того Кто Войдет Почему Он остается Очень похожим На крошку Если вот Между Ами Наш опыт Творит Наши Ментальные А если Мы не делаем Не говорим Про наш опыт Если мы Говорим Про объективно Существующий Мир Совсем Другой Вопрос Для какого Сознания Нет Не для какого Сознания Вообще Сознание Осталось Пять Слайдов Какой Объективный Рядный Существующий Мир Сейчас Вообще Это значит Если Всех людей Убрать Он будет Существовать Когда Возможно Бессубъектное Сознание Ну как раз Я говорю О том Что То О чем Я сейчас Говорил Вы могли Заметь Что я Человек Ваши Ни слова Потому что Мы честные Редукционисты Мы не занимаемся Нарабандой Ну я не Редукционист Но я Стараюсь Честным А сознание Которое Вы говорите Оно Бессубъектное Сознание У меня по ком Александр вообще не говорит Сознание Не подразумевается Нет Я не подразумевается Нет Я надеюсь Даже не подразумевается Я понимаю Что можно сказать Что мы не можем Не подразумевать Сознание И это хороший аргумент Но Надо пытаться Надо что-то Я могу Показать язык Это трудно Это надо работать Ладно По поводу реализма Что у нас говорит реализм Он нам говорит Как раз на прорубь Слово Это тоже было Никогда Вы не построите мир Без кузальных Сношений Кузальных законов Которые работают Как наши Чего у вас не выйдет Поэтому нужно Максимально Хорошо Показать Как у нас В антологии Присутствуют Эти объекты Более того Он нам говорит Что ваши Теории регулярности И все прочее На самом деле Они предельно Субъективны Они основаны Не на антологии Основаны на человеческом Произволе На том Что вы выделяете Какие-то регулярности Какие-то регулярности Не выделяете А вот мы говорим Что она законная И причинность Присутствует в природе Мы говорим Понимаете о мире А вы говорите О ваших фикциях Но это очень грубо Разумеется Говоря И очень важная Штука По поводу реализма Нужно Обосновывать Те сущности Которые мы постулируем Прямой реализм Самый простой Говорят о том Что вопреки Юму Энскому Так и говорит Что Юм был не прав Мы конкретно И четко видим Кузальные отношения Камень разбил окно Кузальные отношения Налицо Фалиес Или Фейлес Говорит нам Мы отлично чувствуем Кузальные отношения Когда что-то давит нам на тело Когда мы чувствуем Какое-то столбновение С чем-то Кузальные отношения Налицо Прямо воспринимаемое Кютрайт Говорит нам Что Всякие наши Абстрактные концепции Кузальности Это всего лишь Какая-то общая идея Относительно Конкретных Частных случаев Поэтому базовое представление Кузальности Мы имеем Из непосредственного опыта В чем у нас здесь проблема А в том Что на самом деле С метафизической точки зрения Мы можем показать Что Те отношения Кузальности Которые мы наблюдаем На самом деле За ними стоят Абсолютно другие Допустим Мне кажется Что камень Разбил стекло На самом деле Может быть так Что Кто-то действует На мой мозг И мне кажется Что Вначале У меня посылает сигнал Утих камень Потом У меня посылает сигнал Разбитое стекло И в принципе Ни камня и стекла Не существует Примерно так Потом Очень важны Не все кузальные события Особенно Это касается Каких-то Научных теорий Можно наблюдать Некогда Некоторых Мы можем Только теоретизировать И Следующая Вот такая Базовая концепция Кузальности Она как раз Содержит в себе Существенные проблемы Для философии науки Поскольку Философия науки Кузальность требует Большей теоретичности Чем Отождествление Кузальности С наблюдаемыми Кузальными отношениями Теоретический реализм Говорит Что на самом деле У нас существуют Как я сказал Индивиды А существуют Некоторые универсальные Свойства Которые они Анициируют И кузальные законы Это как раз Необходимая Экономически Необходимая Связь между Этим и универсальными В чем заключается Номически Необходимая Связь Она заключается В том Что всегда Когда у нас есть А Оно необходимо Связано с Б А раз Сустремлялась Туга С прояснением Этого понятия То есть Можем ли мы Сказать Что все объекты Обладающие А Обладают Б Или мы должны Сказать Что всегда Когда есть А Следует Б Или вообще В чем заключается Как мы можем Специфицировать Это кузальные отношения Важно в этом смысле То Что У нас есть Некоторая Объективная Этологическая Сущность Отношений Второго порядка Между универсальными И отношения Второго порядка Между универсальными Как раз Одна из основ Кузальности Но Что важно Универсалии Как я уже сказал Общие объекты Поэтому Кузальные отношения Может у нас Иметь место Только тогда Когда Частные Случаи Частные Индивиды Инстанциированные Ими свойства Попадают Под некоторый Общий закон Который Их связывает В этом плане Арфхард Антисингулярист То есть Если у нас Нет кузального Закона Который Связывает Универсалии То Ничего у нас Не получится Отношений Не будет И соответственно Одна из Существенных Проблем этого подхода Кстати Арфхард В том числе Тоже Запрямой Реализм Но Это Он его Более хитро Объясняет Основная У него мысль Это Очень важная Штука У Арфхард Состоит в том Что мы Выводим Вот эти связи Между универсалями Через Абдукцию Или грубо говоря Через вывод К наилучшему Объяснению То есть В принципе Несмотря на Всю нашу Претенциозность Нет у нас Никаких способов Вывести Объективные Кузарные законы Нежели Чем через Такие Сугубо Субъективные Человеческие Способы И это У нас Проблемы Ну вот Я В принципе Эти проблемы Нет Без ними Правления Кузарности Это Догих А что Такое Намическая Необходимость В положении Дела Намическая Необходимость Вот То что я Сказал Если бы Эти люди Нормально Прояснили Что такое Намическая Необходимость Они говорят Что Намическая Необходимость Слабее Логической То есть Логическая Необходимость Та Которая Соблюдается Во всех Возможных Мерах Мы Не можем Представить Такой Возможный Мир Где Не Соблюдается Логическая Необходимость Но Намическая Необходимость Такая Что Некоторые Есть Возможные Миры Где Она Не Соблюдается Вот Это Собственно Хорошо Слабее Логической А сильнее Чего А Слабее Случайности То есть Намическая Необходимость Это Как бы Не природы. А законы природы с физиономической необходимостью. Ну, то есть, понятно. То есть, фактически, они пытаются каким-то образом присвоить представление о природных законах. Чего возможности будут отличаться, если во всех мировых достижениях из нас не осуществляется? Ну, если я смотрю, это семейство от нашей. Ну, то есть, как будто Всяков вчера рассказывал, позавчера, два дня назад. Ну, меня не было работы на законодательном счете. Ну, надеюсь, еще выяснили фальшу. Но, мне кажется, даже и логически можно смоделировать такие вот вещи, которые будут отличать какую-то логическую необходимость. То есть, необходимость при любом отношении достижимости между мирами. При любом отношении достижимости во всех мирах. Или, скажем так, во всех мирах, но при каком-то одном отношении достижимости. Более слабая будет необходимость. Не важно. Если можно смоделировать, значит, изоморфизм в проблематике имеет место. Наверное, можно этномическую необходимость рассматривать как такой вот частный случай логический, как логическое в некотором аспекте взятое. Наверное, можно. Хотя, опять-таки, я тоже не знаю, как бы это... Я встречал только вот такие циркулярные заходы по закону природы. Круговые. С сожалению. И все это, как опять-таки мы сказали, даже те же реалисты, зависят от контрфактического подхода к модальности. Это нужно всегда понимать. И вообще, даже в «Моих свободах воли» там тоже у компотеблистов, если разобраться в сущности, главенствует контрфактический подход к кудейскому данному. Что вот это все означает, если кратко? Это означает, что Арнстерн говорил, что все законы каузальные, не каузальные законы, супервентные по отношению к каузальным. Тулли нам говорит, что бывают не каузальные законы. Основное каузальное свойство каузального закона стоит в том, что вероятность причины не зависит от вероятности следствия. Вероятность следствия зависит от вероятности причины. То есть вероятность следствия является функцией от вероятности причины. Почему это не вероятностная теория, а реализм? Поскольку он говорит, что все-таки это отношения между универсальными, то есть он продолжает прорастую какую-то традицию, у нас есть отношения между универсальными, просто мы это отношение описываем таким хитрым образом. То есть это отношения между универсальными, но описываем их через вероятность. Все, это последний слайд, я всех поздравляю. Основные мои проблемы с реализмом. Дело в том, что у нас невозможно выбрать между сингуляристами и антисингуляристами. Если мы говорим, что каузальные законы базово-экологические сущности, а отношения супервентные, то непонятно, в каком статусе у нас существуют каузальные законы, что это вообще такое. Грубо говоря, если они существуют, если они первичны по отношению к конкретным отношениям, то как их можно вообще писать, как они могут существовать, как мы можем их квалифицировать. Если мы говорим, что у нас существуют только каузальные отношения, то непонятно, каким образом мы можем сделать их каузальными, мы можем обобщить их без каузального закона. Непонятно, как мы можем обобщить отдельные отношения без закона, который связывает типы. Если мы начинаем об этом думать, то сингуляристы и антисингуляристы у нас будут крутиться вокруг друг друга, и ни одно, ни другое нам никогда не хватит. По поводу способа восстановления, это я уже говорил, по поводу того, мы не можем придумать никаких других способов восстановления самых объективных законов, кроме логических методов наблюдений, заключений, выводов к лучшему заключению. Потом то, что мы с вами обсудили, непроясненность характерномической необходимости. И вот то, что мне кажется, если бы я начал заниматься реалистскими подходами каузальности, и сел бы, я об этом думаю, но если бы я сел об этом писать что-то отдельное, я бы в первую очередь подумал о том, как каузально связано с опременем. Я думаю, что основа реалистского подхода, если мы с ним работаем всерьез и упорно, поскольку сколько инфарент-редукционистов, я понимаю, что они либо время поставят в отношении, просто скажем, что направление времени, оно, допустим, тоже действенно в нашем мире направлению эндоропии, либо они время постулируют как нечто отдельное. Но если мы берем реалистскую концепцию каузальности, ключом бы здесь, мне кажется, было бы размышление о том, каким образом у нас может мир сохраняться во времени, и каким образом его специфическое сохранение обуславливает связь и между каузальностью, и между временем. Почему сам факт наличия времени является в том виде, в каком он существует, важнейшим доказательством существования каузальности. Ну вот, все, извините, что так долго. Можно вопрос? Хочется вывода. Так, со времен юма что-то поменялось в отношении проблем причинности? Или выводы по-прежнему такие же скептические? Во-первых, со времен юма появилось очень много интерпретаций юма. То есть теперь еще можно с ума сойти, пока поймешь, что там на самом деле юма имел в виду. Потому что юма ведут на следовательство свою очень многие. Кто-то говорит, что юм редукционист, кто-то говорит элимин-мутимист, кто-то говорит, что он не такой. Что поменялось со временем юма такое центральное? Во-первых, появилась модальная логика контрфактических высказаний. Это то, по моему скромному опыту, крутится как минимум половина аналитической философии и то, что является таким центральным аппаратом. Что мы говорим в отношении того, что поменялось после юма в отношении реалистского подхода? Ох, на самом деле поменялось гораздо меньше. Я не упомянул некоторые существующие реалистские теории, которые сейчас набирают популярность по поводу диспозициональных свойств, встроенных сил и отношений. Во-первых, во многом потому, что они все же, как мне кажется, очень связаны с контрфактическим анализом. И трудно их будет оценить, несмотря на то, что они реалистские. Во-вторых, потому что мне не ясно, вот эти сущности, которые они постулируют, они у меня вызывают сомнения. Короче, что изменило с юма? Появилась современная классная модельная логика. Вот я бы сказал, что это здорово. Это здорово. Да, оно такое чувство, что... То есть я знаю половину товарищей, которых поменяет Александр, правда, с другой стороны. Все они пишут тоже о Боге, так или иначе. Или писали, да, начиная с Мэки, который разгромил. Или там Тулика, то есть Плайтинг, и поддерживает эти идеи. Это очень интересно. Они все очень плохо знают роднику. Ну, значит, мне не все подчеркнули. Да, то есть аппарат на появился, а работает они с ними кое-как. Ну, Юис-то все-таки знает роднику. Ну, Юис-то, да. А так это же наш папа, это же самое главное у нас. Ну, так вот, со времен Юиса тоже уже, да, в следующем времени прошло. Все остальные, кто подхватывают, очень редко, как-то доводят до конца. Вот тут есть над чем поработать. И знаете, что, по-моему, кажется? Вот, как бы, недавно мне довелось добавить конвенционалистский, так сказать, методологический подход. После того, как я прочитал эту книжку с 2013 года, где расписываются все проблемы с контрафактическим подходом, все решения, я понял, что это конкретно тот случай, когда у нас есть ядро теории, вокруг которого уже столько проблем, что, конечно, можно проблемы копить бесконечно, но как только появится внятная альтернатива, все разразуют и бросят. Как в моей свободе воли это было. У нас очень долго сохранялся гипотетический анализ. Как только у нас исчез принцип того, что моральная ответственность требует альтернативы, сразу же все забили на этот анализ. Я думаю, что если кто-то придумает лучше, все сразу забьют на контрафактический анализ. Но попробуй лучше придумать, это уже, по-моему, будет новая философия. Лучше бы они сразу пользовались тем, что уже есть. А Юй сам не может решить. Это невыгодно. Завет Рассел, помнишь, чем хуже ваша логика, тем интереснее с ним следствие. Хочется интересных следствий, поэтому берут логику похуже. Кстати, я еще не сказал по поводу Льюиса. Он же придумал другую теорию в 2004 году, infinite theory. Она как раз там, ну она более муторная, скажем так. Там суть в том, что появление А, если А причина Б, то появление А влияет на то, каким именно образом появится Б. И вот он накручивает этот целый аппарат. Я, смотря эту работу Льюиса тоже, я вообще не понимаю, как они собираются выбраться из этого тупика, поскольку на самом деле вот эти overdetermination, preemption, при определенной хитрости схем, они по-прежнему восстанавливаются. И вот эта попытка антологизации модальности, каузальность, она все равно постоянно вызывает проблемы. Поэтому, если мы хотим быть хорошими бетредукционистами, нужно твердо держать в голове базу теории регулярности и думать, как с этим бесконечным, не связанным никаким образом миром, как нам пояснить, что он действительно образом связан. Вот, по-моему, что нужно делать.